Святое имя всегда хорошо, но мы незрелые, определенная незрелость в духовной жизни, она проявляется во многих моментах, да, незрелых вкусов, в голове какая-то неопределенность, куча всего это может быть, да, противоречивые желания, это наша незрелость. И вследствие этой незрелости что происходит? Человек повторяет святое имя и может ничего не чувствовать. Бывает? Это означает, что нужно сделать, какой совет для того, чтобы эта манга созрела. Да, оставайся на дереве, ты созреешь. Да, потому что через дерево будет поступать к нему энергия воды, энергия, какая, кто там, почвы, всего остального будет поступать, так дерево устроено, чтобы идеальная система снабжения для этих плодов. И поэтому для того, чтобы в нас вот это невежество было устранено, чтобы мы почувствовали, как это все созреет в нас, для этого требуется оставаться в процессе, в практике. Понимание, да, что есть это, что этот вкус откуда-то должен прийти. Вот этот плод манга. Нет, это мы еще не, подходим. Потому что манга это необычная штука. Сколько оно у нас? В России 150, где-то 200 рублей стоит. И в Индии где-то сколько? 50 рупий, да, в сезон. Тоже кажется дорого, да? Все говорят 50 рупий, все говорят, о, как дорого. Для наших понятий это там копейки, а там люди, да, торгуются, для индусов это дорого. То есть манга царь фруктов. Нам сложно оценить у нас в России, да? Другие манго у нас в России, да? Люди, здесь у них чувства потоньше, и они говорят... Настоящее манго, оно совсем другими вкусами. У нас в России манго откуда приходится? К Китаю откуда-то, да, и совсем другой вкус. Да, но самое главное, что чтобы манго в настоящем вкусе, нужно оставаться на дереве. И что это за дерево? Дерево это процесс, это сам Кришна, да? И в одной из Упанишат Кришну сравнивают с деревом. А мы все это кто? Все разные плоды, цветочки, это одна из аллегорий. То есть дерево, это как раз то, что всех питает, всех поддерживает. И на этом дереве можно и гнездо свить, и все что угодно может быть на этом дереве, да? И там в одном месте сравнивается с таким деревом, которое распространяет свое влияние по всей вселенной. Итак, если у человека возникло такое подозрение, что мне пообещали, а он не получает этого вкуса, то это означает, что требуется некоторое время. Нужно оставаться в этом процессе, оставаться на этом дереве, и тогда все придет. И также нужно еще понять, главная причина, почему люди, иногда начав духовную жизнь, бросают ее потом. В чем заключается? У них не состоялась встреча с Господом. Они не прошли первый уровень бытия. Первый уровень духовного бытия — это уровень веры. Когда человек в вас что-то поверил, вера должна чем-то завершиться. Например, вы можете мне сказать, что за углом там что-то продают. Я могу вам поверить, но если я пошел за углом, а там ничего нет, от моей веры ничего не осталось. Она умерла, эта вера. То есть, если я пошел и увидел, и купил что-то, я говорю, о, там за вером, там продают что-то, и моя вера подкреплена. И люди разочаруются в духовной практике, потому что они не прошли первый уровень сложности — это вера. То есть, люди не почувствовали Радху и Кришну, нету ничего, какая-то ерунда. И все, у них нету вот этого какого-то, знаете, опыта, понимания, им не повезло, неудачливые живые существа. Вот, и поэтому вот это, скажем, определенное терпение или понимание того, что процесс действует не быстро, а через какое-то время оно должно быть. Потому что мы знаем, что скоро только что кошки рождаются, да? А все остальное требует определенного времени. И Харе Кришна мантра должно быть такое понимание, что через этот процесс мы развиваем отношения с те личности, которые эта мантра обозначает. Радха Кришна. Человек берет джапу, он сразу смотрит. Так, что там, 7 часов, да, сейчас? С 7 до 9 я должен прочитать всю джапу, да? Все, 2 часа у меня есть. Это, в принципе, нормальная установка, в принципе, по временному. Но, смотрите, когда мы подходим к этому исключительно утилитарно, нужно побыстрее прочитать и заняться чем-то другим, то это неправильно. Почему? Потому что вот что вы, что мы почувствуем, когда вы с каким-то человеком разговариваете, а он нас постоянно на часы поглядывает, и мы чувствуем, что внутренне он хочет от вас избавиться. У него какие-то другие дела есть. Но у него как-то так получилось, что он встретил вас, и он начинает, что ты, что ты, как дела, кто, где, и вы чувствуете, что вы ему в тягость. Он хочет как-то избавиться, но просто из соображения приличия он не может. Он топчется на месте, смотрит по сторонам, все нормально, все хорошо, и вы чувствуете, что он хочет избавиться от вас. Если вы чувствуете, что вы в тягости этому человеку, и говорите, ну ладно, пойду я, встретимся потом, позже встретимся. И когда мы стараемся с таким деловым, кальюгу-то все деловые, кто такой деловой человек? Это кто всегда спешит. Деловой человек всегда спешит, он не может не спешить, деловой человек. И когда я с таким деловым кальюжным подходом подхожу, так, надо быстрее все сделать, и Кришна говорит, а, ты спешишь, ты спешишь, Кришна-то вечности живет. Он никуда не спешит. Это у нас времени не хватает постоянно, это у нас постоянно времени нет. Хотя мы вечные живые существа, но времени у нас не хватает замечено. А Кришна в вечности находится, он никуда не спешит. И когда он смотрит, что мы обусловлены этим Раджасом, он говорит, ладно, 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 все нормально. Если ты так сильно спешишь, оставайся со своими скучными кругами. Кришны нет. А Кришна уходит, остаются только скучные круги, и их 16, и каждый скучный. Потому что Кришны нет. А почему Кришны нет? А потому что он видит, что я спешу, что я хочу поскорее от него отделаться. У меня-то есть дела поважнее, а тут какой-то мне 16 кругов нависли надо мной шеей. То есть вот эта установка, что мне нужно побыстрее это сделать, Кришна очень деликальный. Он говорит, давай, давай, быстрее, быстрее. Да не переживай, я уже ушел. Все равно можешь уже бросать. Все равно все, что ты делаешь, уже бестолково. Все равно уже можешь ничего не делать. То есть сам по себе подход, когда мы хотим побыстрее от этого избавиться, не понимая, что это Радха и Кришна, я хочу быстрее избавиться от Радхи и Кришны. Да мы и так уже давно от них избавились. Мы и так давно уже от них в своей жизни. Понимаете, смысл не в том, чтобы растянуть удовольствие на 24 часа. Нет. Это, я повторяю, 2 часа, должен 22. Не в этом смысл. Смысл именно в том, что вот эта сама установка в уме, что я хочу скорее это закончить, как что-то не очень приятное для меня, вот эта сама установка является одним из препятствий. Если ты хочешь быстрее закончить, Кришна говорит, да я уже ушел. Если тебе неприятен со мной разговор, если ты не чувствуешь, Харе Кришна, что присутствует Радхи и Кришна, он говорит, да и не надо. Ну и ладно, сиди со своими скучными кругами. Там уже не будет никакой Радхи, не будет никакой Кришны. То есть сам по себе этот подход, он делает процесс односторонним. Если Кришна не интересен нам, но он деликатно уходит, и у нас остается какой-то мертвый процесс, когда человек ничего не чувствует. Итак, вот это терпение. Требуется определенное терпение, определенное время для того, чтобы мы смогли погрузиться в этот процесс, и тогда что-то будет. И далее шестое правило, которое дается Натана Гаслами, называется Анирведа. Анирведа означает непреклонность или упорство. А, префикс А, означает отрицание, Анирведа означает равнодушие, безразличие, депрессия, хандра. И Анирведа означает не впадать в хандру, депрессию, если у тебя ничего быстро не получается. То есть устойчивость, неуклонность должна быть. Это что обозначает? Что мы не должны терять надежду ни в коем случае. То есть это требует, если вы взялись, например, стенку сверлить, шириной 6 метров, стена, и очевидно, что вы очень быстро не сможете. Пару сверл сломаете, да, или еще что-то. Нужно победитовые наконечники, что-то еще. То есть стена невежества, она очень толстая, да, в нашем сознании, у всех по-разному. И мы так по этому миру покрутились, повалялись, что обусловлено стало такое солидное. Поэтому это невежество так сразу не прошебез. Поэтому он говорит, анирведа, не впадай в отчаяние, продолжай заниматься этой процессой, этой миссией. И Санатана Гасвами говорит, что все эти 6 качеств, всех вещей, они нужны нам для того, чтобы показать нам, что совершенство воспевания святых имен — это миссия всей жизни. Совершенствование воспевания святых имен — это миссия всей жизни. То есть человек должен свой ум возвращать какими угодно путями, вплоть до визуализации на этих словах, образах. Он должен стараться, чтобы были образы соответственные внутри. Посмотри, послушай, прочитай, чтобы вот эти вещи, они были основными на тебе. Далее, не болта лишнего в жизни, тогда ум будет молчаливым, да, он не будет болтливым. Далее, понимай, для чего ты это делаешь, что, для чего, к чему ты хочешь, ты хочешь, чтобы служением Кришна занял, не просто какой-то материальной просьбой, еще что-то далее. Он говорит, терпение и настойчивость — это 6 правил. И дальше в этой книге он приводит интересную реализацию Шачананды на Махараджа, одного из духовных учителей, все мы его знаем, где он говорит, что он говорит, для меня повторение Харе Кришна Махамантры, когда я беру в руки четкие, я представляю себе, что я отправляюсь в увлекательное путешествие к одному своему очень близкому другу, который живет далеко, потому что я от него далеко сбежал, поэтому он там далеко живет, и он живет в каком-то, он пишет, древнем дворце. Он говорит, в покоях этого дворца, прежде чем я попаду к нему, я должен пройти несколько этапов. Он говорит, несколько, он сравнивает это. несколько, он говорит, если вы движетесь в этом направлении, это не то, что хозяин вас на пороге будет ждать. Нет, он говорит, на пути к нему, к нашему близкому другу, нам нужно пройти три зала. Он говорит, первый зал, это зал Шрадхи или веры. Первый зал, первый, второй, третий. Первый зал, это зал веры. Веришь ли ты, что святое имя неотлично? Я повторяю святое имя, и то, что я уверен, что святое имя неотлично от Радхи Кришны. Если такой веры нет, то значит, что я первый уровень еще не прошел. Чем ты занимаешься, если ты не веришь, что в этих звуках находится сам Верховный Господь и его энергия любви? Зачем ты это делаешь? Если у этого веры Шрадхи нет, то на этом путь заканчивается. То есть их вера, она не подтверждается ничем. Если Бога нет, то все. Итак, это первый уровень, первый зал веры, который необходимо пройти. Здесь Кришна находится. Второй зал, который можно назвать мотивация, для чего ты туда идешь. Первое. Допустим, я верю, что Харе Кришна мантра и есть там, Радха и Кришна, что я верю, что произнося эти звуки, я вступаю в контакт с самыми живыми личностями. Допустим, уровень веры есть. Определись. Второе. Зачем ты к ним идешь? Что ты от них хочешь? Какова цель похода? Ты пришел к ним сказать привет, как дела? Какова цель похода? Зачем люди? Они к Богу идут. С разными путями к Богу идут. И трансценденталисты, и кто? И материалисты. Верующий, это не означает трансценденталист. Верующий может быть вполне материалист. Он верит в Бога, но цель его веры. Материально. Дай мне то. Все. Хлебушка, масточка, сырку. Материалист, он просто... Да, он здесь есть. То есть первый зал, это уровень веры, понимания, что процесс связывает меня с Богом. Второй, зачем он меня связывает? Что я хочу от этого? Вот это, опять же, идея служения, мой мотив. Я иду либо с материальными вопросами, либо я иду за этой идеей духовной занятости. И третий зал, это настроение, с которым человек воспевает, то есть в каком состоянии. И здесь, Вячеслав Махарадж говорит, что самое главное настроение, настроение с которым, настроение, воспевал Господь Чайтанин. Мы слуги Бога. Он говорит, я твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. И он говорит, я бы готов быть даже пылинкой у твоих стоп. Вот это настроение. То есть вот этот третий зал, когда мы уже подошли к той двери, за которой находится та личность Радха и Кришна. Это то настроение, в котором мы пришли. С одной стороны, мы хотим к Богу, а с другой стороны Радха и Кришна. Мы повторяем святое имя, и он слышит, кто-то пришел, кто-то там стоит. Но тем не менее, мы не требуем, чтобы он бросил все дела и выбежал к нам. То есть мы повторяем святое имя, и мы знаем, что мы идем к нему, и он знает, что мы к нему пришли. Но при этом мы находимся смиренно у этой двери, и мы знаем, что когда он посчитает нужным, то он откроет эту дверь, и мы войдем. То есть это настроение ожидания милости.